Палата представителей США рассмотрит помощь Израилю и Украине как отдельные законопроекты на этой неделе, заявил спикер республиканец Майк Джонсон, покидая встречу республиканцев в Палате представителей в понедельник вечером. Джонсон заявил, что Палата рассмотрит в общей сложности четыре законопроекта, которые также будут включать помощь Тайваню, союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе и приоритеты национальной безопасности США. Помощь США была отложена из-за множества вопросов к демократическому законопроекту на сумму 95 миллиардов долларов, принятым Сенатом в феврале, включая 14 миллиардов долларов для Израиля и 60 миллиардов долларов для Украины. Джонсон сказал, что новые законопроекты Палаты представителей будут предусматривать примерно тот же объем иностранной помощи, что и законопроект Сената, но будут включать различия, в том числе некоторую помощь в формате кредита. Стремление передать помощь стало еще более актуальным после ракетной и беспилотной атаки Ирана на Израиль на этих выходных. Три из четырех законопроектов, предложенных Джонсоном, будут охватывать Украину, Израиль и Тихоокеанский регион. По всему миру происходят ускоряющиеся события, за которыми мы все очень внимательно следим. И мы знаем, что мир наблюдает за нами, чтобы видеть, как мы реагируем. У нас есть террористы, тираны и ужасные лидеры по всему миру, такие как Путин, Сия, а также в Иране, режим Айатолл. И они наблюдают, сможет ли Америка встать на защиту своих союзников и наших собственных интересов по всему миру. И мы будем их защищать. Что мы сделаем? Так это вынесем на рассмотрение оплаты представителей независимые меры. Мы будем голосовать по дополнению Сената в его нынешнем виде. Мы будем голосовать по каждой из этих мер отдельно, в четырех разных частях. Мы проголосуем за помощь Израилю, за помощь Украине, за помощь Индотихоокеанскому региону. А затем еще одну меру, которая включает в себя наши приоритеты национальной безопасности. В которой есть некоторые вещи, касающиеся варианта аренды, кредита и других санкций, например, в отношении Ирана. И другие меры, о которых мы здесь довольно-таки долго уже говорим. Я верю, что это произойдет через правила Конгресса. Я хотел представить подробности моей конференции. Во-первых, я поговорю с Хакимом Джеффрисом, моим коллегой-демократом в Палате представителей. Подозреваю, что они также будут уважать этот процесс. И что мы возьмем это за правило и позволим всем членам голосовать по совести. Это будет одинаково справедливо для всех. И я думаю, что мы все надеемся, что Палата представителей будет работать именно так, как мы работаем. Мы будем соблюдать правила 72 часов. Это, вероятно, означает, что если мы получим текст законопроекта где-то рано утром во авторник, то есть надежда и наши амбиции, что, вероятно, всего приведет нас к голосованию к вечеру пятницы. В базовый текст будут включены некоторые наши нововведения в отношении ответственности за финансирование нецелевых, или как демократы любят включать дополнительных финансовых трат на вещи, вообще не связанные с названием законопроекта. Мы много говорили о концепции кредита для Украины. Особенно в этом разделе это будет отчасти, я думаю, вы увидите, текст в этих отношениях отличается. Но общая концепция та же самая, куда будут направляться средства, и вы увидите, как Палата представителей рассматривает это. Вот как работает процесс. Я не могу нести ответственность за то, что происходит в Сенате, или за то, как они будут вести свою работу. Моя ответственность – Палата представителей. Львиная доля пакета будет направлена на восстановление активов Соединенных Штатов. И так как, вы знаете, я слышал цифры, достигающие 65% или более даже от необходимой помощи, на самом деле будут пополняться в США. Знаете ли вы, если просто посмотрите на то, что мы сделали, чтобы помочь Израилю сбивать ракеты и беспилотники, то вы увидите, что было использовано множество именно американских активов. Поэтому нам необходимо пополнить собственный запас. Так что, очевидно, это одна из вещей, которая будет частью пакета всего этого. Мы обсуждали, что Израиль, Украина и Тайвань будут предоставлены отдельные транши. И это, я думаю, будет именно в направлении сейчас двигаться нашей конференции. Людей волнуют действия. Они устали от того, что республиканцы выходят и обещают все эти обещания, говорят, что мы боремся за Америку, а потом отправляют наши кровно заработанные налоги. Кстати, сегодня день уплаты налогов, 15 апреля. Каждый должен платить АРС, чтобы финансировать это самое правительство, которое фактически не заботится решением проблем здесь дома. Правительство не беспокоится о своих гражданах, и людям все это очень не нравится. Они будут злиться на это. Я думаю, что еще одно неправильное направление для спикера Джонсона было сделано. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok